Хей-хей, друзья, здравствуйте, с вами Вин Кондишн, я Александр Хобби Тиран, и пока я с вами здороваюсь, не забудьте подписаться на канал, а также досмотреть видео до конца, потому что в конце мы кое-что разыграем, как обычно. Рубрика «Раньше было лучше», вскрываем еще один стартовый набор Origin, это те наборы, которые были до колод Плэнс Волкера, до того, как их ввели. Как вы помните, на прошлом видео я только, когда его выложил, понял, что тот бустер, который я разыграю среди подписчиков, среди тех, кто написал комментарий, стоил, скажем так, дороже, чем я ожидал. Я-то думал, та файлушка, которая там находится, ну не стоит, ну бакс 2, а она, оказалось, играет в Модерне, в Легасе, и английская такая файлушка стоит 30 долларов, а русская везде out of stock. То есть, везде и нигде нету, так что и победитель, по-моему, найдет свой винг-кондишен, ну что ж, может быть и здесь. Также мы один бустер из этой коробочки разыграем. Стартовая колода считалась самой сильной, потому что вот этих вот ребята, кстати, это мама и папа Чандры, Пия и Кира Налар. Одна эта карточка стоит довольно дорого, насколько я помню, колода старая, почти вся расклеилась. Эээ, рвём. Такие стартеры были вплоть до... То долго они были, практически всегда. Состояли из 60-карточной колоды, уже готовой в бой. И, конечно же, двух пачков. Вот такие вот они красивые были. Естественно, здесь лежала подсказка, как играть. И полный... с полным списком... Ааа, всё порвал. С полным списком того, что было в этих колодах. И было пять. Двухцветные колоды. Здесь вот такая классная, молодая... Вы узнали, кто это? Ну, конечно же, это молодая Лилиана. До того, как закарабдилась. Она, кстати, была вообще хилером изначально. Не смогла спасти своего брата. Польстилась на тёмное искусство. И её обманули. И пришлось даже с демоном заключать союз. Ну что ж, посмотрим, что в этой колоде. Я, честно говоря, не помню. Давно это дело было. Ну, естественно, здесь в верхней карте лежит файлушка с альтернативным артом. Пия и Кира... И Кир... Пия и Киран. Киран. Потому что сердце Кирана, это тоже машину в эфирном бунте назвали именно по имени отца Чандры. Ну, файлушка всегда хорошо. Здесь есть энное количество рарок, но деки ничем особенно непримечательные были. Примерно, примерно такие же, как и колоды Плансволкера сейчас. Хороши, чтобы научиться играть. Но сейчас, мне кажется... О, эта карточка, по-моему, тоже где-то играет. Она плодит топтеров. И артефактное существо под нашим контролем имеет ускорение. Мне кажется, где-то её и видел. Воспаривший аэронавт. Как видите, здесь дизайн Колодеша. Но Колодеш тогда ещё не вышел. Его только тизерили. Разбоится самолётами. Ух, нелюдимый механик. Ну, слушайте, они сюда как раз положили именно те карты, которые в тему Колодеша. Земли из разных миров. Чёрные, вернее, красные. Мобров всё перепутал. Синие. И немножечко артефактов. Призматическое кольцо. Сосуд алхимика. На нём крутят какие-то там камбы. Потому что его можно... В старших форматах есть способы возвращать артефакты ни один, ни два, ни три раза. Заразная кровожадность. Ну, стандартное рассеивание. Слушайте, а в Колоде на самом деле много полезных карт. Вот Герапурскую сеть иногда кладут в сайдборд аффинити. Там много артефактов, можно их тапать. И если вам не получается загреться, то можно играть и мидрэнджи в Афините. Их здесь даже две. У меня не помню сколько. О, и Причавый языцех Метеорит. Суперская карта. Выходит два повреждения. Ещё потом манку даёт. Итак, ну все мы знаем, что мы пришли сюда повскрывать бустера, да? Знаем мы вас. Так, давайте выберем, кого я оставлю себе, а кого я отдам подписчикам. Ну, файлового Джейса в Джейсе точно не будет. Так что этот я отдам подписчикам. А этот пачок я вскрою сам. Ну что ж, давайте посмотрим, что нас здесь ожидает. Зиндикар был следующим после Ориджина. Хороший сет. Итак, нечестивый голод. Как раз здесь лилианка красивая громила. О, жуткий вальс. Кстати, сейчас, по-моему, он тоже у нас присутствует. Насколько я помню, в М19 его пересдали. Посмотрите, какой арт. Он несколько тошнотворен. Повеяло какими-то, не знаю, восставшими из ада или кем-то ещё. Залп в небо. Булыжный зверюга. Стрелок с терновым луком. Каждый оппонент теряет одну жизнь. Фея. И... Скаб Голиа. В качестве дополнительной стоимости разыгрываем скаба и сгоните две карты существа из вашего кладбища. Ещё одна разбойница с махалётами. И трагическая высокомерия. То есть, изгоняем всех. Ну, такой, своеобразный вросец. Ну, что ж, я сам выбрал этот бустер. Он остаётся мне. А теперь тот бустер, который достанется вам, дорогие подписчики. Напоминаю, что нужно для этого сделать. Нужно написать любой комментарий к этому видео. Ну, мы выберем потом случайный. И сообщим вам. Так, в числе, если вы в Москве, мы просто вам отдадим все карточки, которые будут здесь. И если вы и не в Москве, то, ну, по почте там минимальные деньги. Бустер недорого будет послать. Думаю, договоримся. Ну, что ж, поехали. Любой комментарий. Ну, только, пожалуйста, приличный, чтобы мы его не удалили. Иначе вы не сможете участвовать. А также проверьте, что вы личку на ютубе проверяете. А то будет обидно. Будем вам писать, а вы не ответите. Эльфийский прорицатель. Камончик, но играет во многих колодах. Слушайте, вот прям я заставляю наших подписчиков фактически собирать эльфов. Барьер Нивикс. Не знаю, кто такой Нивикс. Нападающий Горифон. Часто его переиздают. Я такими когда-то играл. Несущийся Крассис. Прислужник, который дровует карточку. Еще один Метеорит. И Гидра. Гидра чахла. Гидра сохла. Гидра сдохла. С пробивным ударом. Каждый раз, когда игрок разыгрывает заклинание, положить один жетон плюс один плюс один на Гидру пожирательницу Манны. Ну, в какую-нибудь ЕДХ-шку максимум, наверное, можно ее положить. Что ж, этот бустер пойдет нашим подписчикам. Друзья, ставьте лайки, подписывайтесь. Это была рубрика «Раньше было лучшее». Впереди у нас пререлизы и много полезной информации. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова